Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Алик Елкин, Александр Шунин в студии. И как и было обещано, и как, в общем-то, уже долгое время, периодически, по понедельникам, с нами на связи Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Доброе утро, Инга. Здрасте. Да, доброе утро. Ну вот сегодня мы тоже констатировали, чуть-чуть всё-таки похолодало. Жара отступает, правда, ненадолго, но, по крайней мере, 4 рабочих дня. И это, наверное, очень важно, поскольку, я думаю, что многих сдерживало всё-таки от того, чтобы пойти и вакцинироваться. Именно эта жаркая погода. Вот, ну, может быть, сейчас темп будет расти, будем надеяться, по крайней мере. Пока, насколько я понимаю, всё-таки эти темпы, ну, далеки от желаемого, да? Естественно. Вы статистику видите, слышите, читаете. Конечно, мы тоже очень озабочены этим темпом. Да, около 34% пока вакцинировано. Возможно, может быть, кто-то ждёт, вот, когда прибудет очередная партия Джонсона. Напомню, что всё-таки это такая однофазная вакцина. Один раз достаточно её уколоть. Я так понимаю, что на следующей неделе, возможно, придёт вот эта вторая партия Джонсона, да? Не вторая, а очередная, да? Да, мы ждём в конце этой недели, в начале следующей недели очередную доставку Янсона. И как только она будет, мы обязательно сообщим, потому что, на самом деле, очень она пользуется большой популярностью. И в выездных вакцинациях, и не только. Как мы знаем, приближается тоже учебный год. Я, кстати, тех учителей, которые слушают наш сегодняшний эфир, хочу просто немножко дать такой календарный разброс, чтобы 1 сентября быть полностью предохраненным от COVID-19. В принципе, например, Пфайзером последняя дата вакцинации – это 28 июля. Модерна – это уже сегодня, завтра. А Янсен, конечно, это ещё можно процесс откладывать до середины августа, чтобы 1 сентября уже быть, как говорится, в форме в школе. Вот понятно, что есть и вот такое ваше обращение к учителям. Я так понимаю, что и правительство обращается к учителям, и Министерство образования. Есть ли какой-то, не знаю, план какой-то вакцинации учителей, может быть, в середине августа, когда они пойдут в школу, может быть, вы как-то работаете напрямую с администрацией школ, директора, заучи, чтобы они как-то обзвонили всех своих педагогов, если они это ещё не сделали? Вы знаете, у нас очень тесный контакт с Министерством по образованию. Они довольно-таки тесно работают со школами, с руководителями школ. Как вы уже, наверное, слышали, Рижская дума, она приняла своё решение, как стимулировать свои школы. В принципе, мы очень хотели бы, чтобы именно, к примеру, Рижской думы, по их примеру шли бы другие самоуправления. Конечно же, директора школ, они сами принимают решение, как иметь контакт со своими учителями, как они начнут учебный год. Но мы со стороны нашего бюро, мы, конечно же, готовы на любую выездную вакцинацию в августе, в середине августа, в начале августа, чтобы педагоги смогли получить по возможности, скажем так, удобнее свою вакцину. Вот вы сказали про выездные, вот такие сессии, если так можно сказать, выездные, вот вакцинации, ярмарки, вот эти вот все рыночки. Может быть, будут ещё и расширены какие-то, не знаю, пункты вакцинации. Вот мы знаем, что в Литве даже на пляже, учитывая продолжительно жаркую погоду, в конце недели опять нам обещают возвращение вот этой волны жары. Может быть, что-то будет и у нас тоже. Да, у нас есть различные планы в этом поводе, над нами уже немножко подшучивают, но, в принципе, весь мир ищет способы, как эффектнее... Да, как поближе к клиенту быть, если так можно сказать, да. Это вакцинация, например, сегодня и в среду. У нас выездная вакцинация тут же в Риге, в Пардаугаве, в Латвийском университете. То есть мы предлагаем всем рефлектантам, которые сегодня и в среду подписывают договор с Латвийским университетом, там же получить вакцинацию Pfizer. Это очень, да, грамотно, потому я, извините, что перебиваю. Почему? Потому что, ну, мы понимаем, что если мы говорим о школьниках, ну, там есть дети, там до 12 лет, допустим, это понятно, да. Но вот студенты, да, чтобы нормальные процессы в вузах проводить, там же не только нужно преподавателям, наверное, вакцинировать, но и студентов, которые, в принципе, взрослые люди, да. Да, да, да. Поэтому, кстати, это тоже идея шла из самого Латвийского университета, и мы с большой радостью с ними сотрудничаем. Что касается пляжей, да, это тоже в наших планах. Мы знаем, что Литва это довольно-таки удачно делает. Мы смотрим в сторону Юрмала. Я думаю, что в ближайшие недели, полторы мы там появимся, как только будет совершенно уже понятны все планы. Мы, конечно же, тоже это попытаемся, говоря таким простым языком, раструбить по всем каналам, чтобы люди знали эту весточку. А вы привели в пример вот Латвийский университет, их инициативу. Возможно, есть еще какие-то такие яркие примеры инициативы, что называется, снизу, чтобы вы приехали и на месте вакцинировали. Вы знаете, кстати, такие инициативы, они уже приходят все больше и больше. Это касается не только, скажем, таких образовательных учреждений, но и таких частных каких-то инициатив. Например, есть в сторону Курзума такая баска, это тропа босоногих, по-моему, так оно переводится. Да, и с нами связались тоже организаторы и хозяева этого места. Они говорят, что у них очень большое скопление людей. В субботу, в воскресенье, там очень много людей различных национальностей. Они нам предлагают, например, привезти выездную вакцинацию именно у них. Мы все эти идеи очень серьезно рассматриваем и очень открыты на любое сотрудничество. Поэтому, если кто-то нас слушает, слышит, есть какие-то идеи, пожалуйста, связывайтесь. Да, вот мы знаем, что отдельные регионы отставали, если так можно сказать, вот по этим темпам вакцинации. Особенно часто, естественно, приводилось к примеру Латгалия. Есть ли динамика позитивная, не знаю, по Латгалии, если мы уже по регионам заговорили? И выше. За период обзвона сразу же записывалось порядка 10-11 процентов из этих сеньоров. Мы видим тенденцию, что люди после обзвона, они немножко подумали. И, например, уже когда приходят на вакцинацию, говорят, что да, им звонили. Они сначала не записались, но потом они подумали и пришли на вакцинацию. И, кстати, в Далгопилсе сейчас полный курс вакцинации, полная запись, да, там где-то возможно. И я помню, мы с вами тоже говорили, у них открылся вакцинационный пункт в Тарковом центре Диктон. У них там, в принципе, каждый день они фактически идут по числу вместе с центром Альфа в Риге. То есть 150-160 человек, для них 120 человек. Это хорошо. Это может быть говорит о том, что вот это личное обращение к человеку играет тоже большую роль. Ну, кроме рекламы, разумеется, да. И кроме того, что стало понятно, что в ближайшее время спутник все-таки не будет зарегистрирован в Европе. Ну, да, это тоже можно, такая ремарка. Вот законопроект, который правительство одобрило, понятно, что еще впереди СЕИМ, дискуссии в СЕИМе, где предусматривает определенные более жесткие требования к тем, кто обслуживает клиентов вообще не только в государственной сфере, но и в частной. Как вы думаете, это как-то подстегнет людей, понимая, что до 1 октября не так много времени, чтобы оформить этот действующий сертификат? Ну, вы знаете, это опять-таки практика, с которой, не знаю, примет, не примет СЕИМ, это мы еще, конечно, увидим и услышим. Но эта практика понемножку уже за последние недели, она все больше приходит тоже из различных европейских стран. Мы знаем Францию, которую сам президент Макрон объявил об обязательной вакцинации. Мы знаем другие страны, которые идут в сторону обязательной вакцинации для медицинских работников. То есть есть различные пути. Мы, конечно, как вам сказать, обязательно вакцинация, она имеет две стороны. Она имеет позитивную сторону, то есть люди, которые будут вакцинированы, они будут более защищены от COVID. С другой стороны, конечно, любое решение, которое обязательно, оно очень тяжело психологически перебаривается. Так что всегда нужно смотреть все-таки на ситуацию со стороны, скажем, такого общего блага, как бы нам не тяжело было бы на него посмотреть. Нам, конечно, всегда удобнее смотреть на ситуацию через свое индивидуальное личное благо. Куда реже мы смотрим в сторону такого общественного блага. Поэтому как бы ни было тяжело это решение и как бы не тяжело мы его не принимали, все-таки это будет в сторону блага для всего общества. Я напоминаю, мы беседуем с представителем бюро вакцинации Ингой Васильевой. Инга, скажите, пожалуйста, если переходить наоборот от общего к частному, напомните, вот эта вот норма, начиная с 21 числа, для переболевших, любая двухфазная вакцина, достаточно одного укола. Это правда? Это так? Ответствует действительности? Да, да, да. Начиная с 21 числа? Это совершенно правда, да, кабинет министров принял эту норму, то есть те люди, которые переболели ковидом, у которых есть лабораторное подтверждение этой болезни, да, они с 21 июля уже смогут получить сертификат уже только при одном уколе, то есть им нужен только одна доза вакцины. Вот что касается, если мы говорим, вот это стимулирование вакцинации пряника, не только кнута, но и пряника, насколько актуально еще вот такое предложение у лотереи? Я понимаю, сейчас правительство ушло в такой отпуск короткий, по-моему, следующее заседание поездки 10 августа планируется. Это еще вообще есть повестки дня? Это наш такой традиционный еженедельный вопрос. Чем завлекать-то будете? Да. Уже в конце концов. Да, лотерея, она активна и она будет проводиться, несмотря на то, что Кабинет Министров в отпуске, есть различные процедуры, когда можно согласовывать решение Кабинета Министров в письменной процедуре. То есть лотерея, скажем так, по большой вероятности она будет уже в конце августа, в начале сентября она начнется. То есть это будут еженедельные призы и большой приз уже 18 ноября 100 тысяч евро. И будут принимать участие все те, которые уже получили на тот момент, начало лотереи, первую вакцину. Очень-очень интересно. А с какого дня действует вот эта вот лотерея, когда в ней можно начинать участвовать? Об этом сообщим отдельно. Как только Кабинет Министров утвердит бюджет... Ну, задним числом можно будет? Вот я пойду, например, сегодня вакцинируюсь, а примут через две недели. Я буду считаться участником? Вы будете считаться участником. Как только у вас зарегистрирована первая вакцина, вы уже автоматически считаетесь участником лотереи. Ну что ж, что касается еще вакцин, я понимаю, что вы тоже, может быть, забегая вперед, можно ли ожидать еще какие-то вакцины? Или пока, в принципе, мы располагаем вот Джонсоном, Модерном и Файзером? На данный момент мы располагаем только этими-то вакцинами, но как только Европейское агентство по лекарствам утвердит еще какие-то вакцины, конечно, они будут вводиться тоже и в Латвии. Вот мы еще говорили в первой части, еще до того, как связали с вами, о том, что правительство особо подчеркивает, что если происходят какие-то, не знаю, побочные действия серьезные, человеку нужно какое-то лечение, то государство берет на себя эти расходы. Это важно, наверное, сказать, потому что вот один из таких, не знаю, аргументов антиваксеров, который они активно пропагандировали, был о том, что, ну вот видите, государство, так сказать, чуть ли нас не заставляет, но не отвечает за последствия. Отвечает за последствия, да? Отвечает за последствия, да, это тоже, знаете, решение Кабинета министров. Да, это важно, наверное, об этом сказать. Вот все-таки последнее ваше наблюдение. Я понимаю, что не время сейчас, наверное, для каких-то глубинных социологических исследований, но все-таки, как вам кажется, вот эта волна противников вакцинации, она чуть-чуть отступает, как вам кажется? Я понимаю, что, наверное, вот эти все крики о чипировании уже, это действительно мало кто это верит, даже те, кто еще не привился, но вот все-таки ваши ощущения? Вы знаете, это даже не ощущение, это на самом деле выводы социального опроса, который проводился в июне, это латвийские факты, и видно, скажем, по диаграммам, по тенденции, что именно этот процент скептиков, антиваксеров, он понемножку, понемножку, он сокращается на несколько процентов, но все-таки это уже шаг в лучшую сторону. Ну что ж, спасибо большое, наверное, до следующего понедельника, видимо, спасибо. Спасибо, всего доброго, с нами была Инга Васильева с последними новостями о вакцинации. Мы же уходим на недолгую паузу. Новости и потом с новыми экспертами. Да, впереди нас ждет разговор с председателем правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Павлом Филипповым. С утречка прямо. В понедельничек с утречка, конечно же, по чуть-чуть с Павлом о новой инициативе ограничить торговлю алкоголем вечером, ну то есть до 8 часов, не до 10, как сейчас, а запретить, начиная с 20.00. Плюсы и минусы этого предложения через несколько минут в эфире Радио Болком. Утро.